Томатный сок самый популярный из овощных. Кто-то активно использует его в диетах. Некоторые пьют его, чтобы разжижать кровь после перенесенного коронавируса. Другие считают, что томатный сок защитит от онкологии. Стоит ли верить в чудодейственные эффекты, которые приписывают томатному соку? Поговорим об этом с нашим гостем, врачом, гастроэнтерологом, нутрициологом Александром Новоселовым. Доброе утро! Александр, доброе утро! Ну вот смотри, в интернете что написано. Томатный сок помогает при коронавирусе. Якобы его надо пить после перенесенной болезни. Есть вообще этому какое-то научное объяснение или это миф? Есть. Более того, его имеет смысл принимать даже во время коронавируса. Почему? Потому что так же, как в самолетах его дают. С какой целью? Чтобы профилактировать тромбообразование. Потому что подавляющее большинство летальных случаев, не связанных с авиакатастрофами в самолетах, это обусловлено тем, что у людей в результате длительного сидения формируется тромба. И развивается тромбоэмболия легочной артерии. И поэтому есть действительно логика применения томатного сока на высоте. И по той же самой причине томатный сок хорошо людям, у которых есть коронавирус. Потому что коронавирус способствует повышению риска развития диссиминированного внутрисосудистого свёртывания тромбоэмболии. Хорошо. Какие ещё напитки помогают при коронавирусе и на стадии выздоровления? Мы вот видим, что за тебя стоит много воды. Да. Первый напиток, который нужен, это вода. Это действительно вода, потому что коронавирус, он так действует на организм человека, что он заставляет просто... Он просто высушивает человека. Реально высушивает. И поэтому очень важно человеку, который погрузился в состояние коронавируса, реально много пить. Норма потребления жидкости это от 30 до 50 миллилитров на килограмм массы тела в сутки. Это для здорового человека. Для человека, у которого есть температура, если плюс 1 градус, это плюс 10 миллилитров на килограмм массы тела, это там 39, может быть 40, может быть, соответственно, это плюс 30-40. Диарея может быть, потому что коронавирус, он по своему первому исходному варианту воздействия на организм, он энтеротропный, он действует на кишечник, он вызывает диарею. Поэтому очень часто у людей это тоже имеет место. Я правильно понимаю? То есть надо вот эти вот два бутылька по 5 литров выпивать? По сути, да, по сути, вот если прикинуть, да, это немало на самом деле, но вы знаете, стационарно... А почки мы не перегрузим? Не перегрузим, у нас почки работают всего на 15% своей мощности. А есть какие-то отвары, может быть, настои, которые тоже могут помочь при коронавирусе? Да, есть, например, очень хорошо в этом плане работает солодка. Солодка это вообще трава, которую китайцы ставят выше, чем женьшень. Что в ней такого хорошего? В ней огромное количество положительных свойств. Во-первых, она обладает прямым антикоронавирусным действием, самым прямым. Она бьет по коронавирусу. Проводились исследования, журнал The Lancet еще в 2003 году, и там есть отличная публикация на эту тему. Во-вторых, это и другие противовирусные эффекты, чуть ли не вплоть до ВИЧ-инфекции. У нее очень много различных свойств. Противогерпетическое, противогриппозное действие. Потом она восстанавливает легочную ткань. Великолепно восстанавливает. То есть ее можно в отношении ковида тоже, когда развивается, можно использовать для того, чтобы профилактировать развитие фиброза. Слушай, это чудо трава. Пьем солодку, короче, корень солодки. На желудочно-кишечный тракт положительно влияет. Она защищает от язвы образования. То есть там огромное количество положительных эффектов. Как делать правильно отвар на УЧИ? Можно, конечно, брать вот как вариант траву, но дело в том, что, ну, это точнее корень, правильно говорить, это корень высушенный. Но вопрос в том, что его очень трудно дозировать. В этом плане достаточно просто брать капсулу. Можно и так пить, в принципе, но намного эффективнее будет, намного удобнее. Вот берем капсулу, раскрываем стакан, вот высыпаем. А, и все, вот этот концентрированный порошочек у нас? Да, 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 он самый, да. И потом заливаем горячей водой. Доводим до полного растворения и пьем. Два раза в день вот по такой капсуле. Больше ничего можно не добавлять. Солодка от слова сладкая. Да, она сладкая. Она действительно сладкая. И совершенно спокойно, достаточно приятно. Коньячный оттенок, да? Александр, ну здорово, что ж, теперь будем все пить корень солодки или томатный сок и, собственно, не болеть. Спасибо вам большое за интересный разговор и хорошего дня. На здоровье, всего хорошего.